Могли ли вы 10 лет назад подумать, что программа будет учиться играть, словно человек? Что будет программа, в которой не будет заложено модели поведения изначально, а ей придется разрабатывать ее самой? Сейчас уже никого не удивить нейронными сетями. Множество людей нашли еще большее множество возможных применений нейросетям. От распознавания лиц людей до замены одного человека на другого в видео. Очевидно, люди должны были додуматься и додумались использовать такие технологии в играх. Программы, не зная абсолютно ничего об игре, со временем начинают становиться в них лучше. Спустя какое-то количество генераций, программа начинает эволюционировать. В итоге, становясь профессионалом в игре. Одной из таких программ является Marayo. На первых генерациях программа даже не знала, как ходить. Затем она начала делать первые шаги. Учаясь генерацией за генерацией, увеличивая количество связей в своем механическом мозгу, нейросеть стала идеально проходить уровень. На вход программа получает изображение, на котором она видит блоки, на которых персонаж может стоять, самого персонажа и движущиеся блоки. В зависимости от расположения блоков друг от друга, сеть решает, какие нажатия необходимо сделать, чтобы пройти дальше. Нейросеть была создана человеком с ником Sethbrink. Могу воспорить, многие из вас знают его имя. Парень создает кучу всяких нереальных вещей в Майнкрафте при помощи командных блоков. Но сейчас не об этом. Обязательно посмотрите видео, в котором он рассказывает, как работает его детище. Если вы знаете английский, это может быть вам интересным. Также есть один очень популярный пример нейронной сети, про который знают, ну просто огромное количество людей. Тот самый искусственный интеллект, который в равной битве победил чемпионов мира, который победил лучших игроков в дуэлях один на один. OpenAI, как и другие нейронные сети, ничего не знал об игре, когда начал ей обучаться, и вот каких результатов получилось добиться. Встает справедливый вопрос, а почему бы не создать такую же программу для ОСУ? Абсолютно так же подумал человек с ником Видал. Благодаря ему свет увидел нейронную сеть, которая стала играть и совершенствоваться в ОСУ. Идея использования нейронной сети в ОСУ не давала покоя Джеку, но он не мог реализовать ее в жизни, так как у него не было достаточно знаний в данном вопросе. Но в один момент у него получилось преодолеть главную трудность. У него получилось создать сверточную нейронную сеть. Затем он просто заставил ее играть в ОСУ. Сразу, как только у него получилось заставить ее играть, Джек запустил стрим. Все это произошло 4 мая 2019 года. Он назвал ее Нейросама. Сама же программа вначале с трудом могла проходить даже нормалы, но чем больше она практиковалась, тем лучше становилась. В итоге у нее получилось поставить 500 пп на Хоннисти. Рауко. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...